Здарова! Смотрим новый ролик! Мармажа! Прям свеженький! Прям с пылу жару! Работа в театре 2! Это, видимо, продолжение, потому что мы знаем, что он работал в театре. Все это я помню, как он рассказывал, как наносилось. Потом это текло пот с него. Поехали! Нам тоже хлопать? О, мюзикл! Где же взять? Мне браузер себе поставить Было в нем тем Различных мостов И СМП Я даже не хочу оттаскивать Это классно И чтоб твич я к нему привязал Опера Джикс Или как там? Он пойдет типа оперу? Понимаешь? Потом пойдет оперу О, опера выгадали! Отмечать дем Функция есть Вплывающего есть окна О, опера дивы съем только Сколько Сколько мне сам скажешь Ты со мной не пропустишь на твиче теперь интегрируй себе мессенджеры сам или телеграм если геймер это точно для тебя работа театре 2 и здорово дружочек 8 месяцев назад я рассказывал про то как работал в театре на протяжении всего этого времени многие просили рассказать еще истории из моей театра интересная деятельность пожалуйста после того ролика у многих сложилось впечатление что пластилиновый дождь это очень маленький театр ну так и есть собственно но но за эти годы мы обкатали с турами пол страны причем не только нашей а еще выступали в казахстане польше китае и даже в японии еще наш театр участвовать и зимней олимпиады 2000 года да вот в костюмчиках а также на минуте славы и даже прошли в полуфинал но чё-то там владимир поздно заупрямился блин это мормаш что ли был прям на сцене вон там был мормаш как он мог быть мормаш на ходуре же его жена ходила он же рассказывал а он чё делал он же тоже ходил на ходу он пытался учился подумаешь короче как вы поняли наш независимый театр может быть и маленький но амбиции у него будь здоров как у добряка после двух кружек пива ладно а сегодня я бы хотел рассказать как мы с театрю замечательный город под названием архангельск если под этим роликом мы соберем 150 тысяч лайков тогда я расскажу еще три истории из трех вот вот прямо сразу за час архангельску короче нас пригласили туда в две тысячи шестнадцатом году на местный фестиваль театральных искусств и архангельск нас встретил очень хорошо сам город мне безумно понравился хоть и выбивали из колеи две его особенности особенность первое стоя у них на набережной в июне я смотрел на воду и думал твою мать почему я не взял с собой зимнюю кутку я сейчас сдохну от холода северный город я человек который как бы 17 лет прожил на севере а вторая особенность это солнышко давай закатывайся уже за горизонт я спать не могу это белые ночи придурок я тут вообще круглосуточно тусоваться блин но все это были мелочи потому что выступали обошлось даже без происшествий я немножко где представьте что парень чемодан сейчас такой что вы ролите говно за как минут все сделал чумошник кто этот маленький вонючий коммунистический который только что подписался и смертный приговор и ладно я шучу я уже говорил мы в нашем театре это дело обычное но если мы их получали на репетициях то наша галя галя почему-то падала на своих ногах больше чем на ходулях наверно ходурах и привычнее просто да это тоже сейчас была галя слава богу меня в эту поездку травмы обошли стороной все было просто отлично но сейчас я хочу затронуть довольно серьезную тему думаю вы в курсе что во время пандемии из отмененных массовых мероприятий не сладко пришлось почти что всем артистам и коллективам это участь не обошла даже государственный театр чё уж там говорить о нашем независимом время блин вообще не просто поэтому дружочки я прошу помочь моим ребятам наш коллектив пластилиновый дождь разработал и сшил мерч это худи футболки и даже шапки есть вся одежда сшита с нуля короче это полный хэнд мэйд поэтому если тебе интересно то ты можешь приобрести что-нибудь из этой коллекции и даже со фьютора вёхонька приобретая из пластилинового дождя ты реально поможешь нашему театру остаться на плаву если приобретешь что-нибудь из этого до 15 приходится как меня еще набор ститеров и не за что нравится что люди не так сделали как вот я взяла государственные звезды телевизора что типа вы знаете вообще то что у меня пандемии самые голодные несчастные это всякие звезды шум-бизнес типа там пугачёва максим и галкин кто-то там говорил не пугачёва не галкин кто-то другой говорил не помню кто а не забыла ну неважно лысенький такой ладно и такой вот такие бедные вот я хорошо а нам нужно же больше денег мы же такие бедные несчастные жопа ты жопа блин тебе так-то бабоса дофига понимаешь в другое дело даже вот маленькие коллективы представляешь каком в обычное время сложно но нереально и так после ничего не зарабатывают то там вообще полная срака настала тем не менее они пришли такие ну мы маленькие мы не хотим закрываться дайте нам просто денег нет видишь они сами стали шить одежду то есть ну как-то пытаться искать какие-то другие альтернативные пусти заработка блин ну это гораздо лучше чем вот это вот все свинство находчивое правильно и личное благодарственное письмо тебе ссылки закреплю в описании конечно же и заранее тебе спасибо ну и спасибо тебе за просмотр дружочек и до скорого в общем я поняла что больше этот ролик наверное был не столько как истории мурмажа наверное как именно хотел у нас его сделать как помощь своему коллективу своим друзьям как-то распространить информацию мне показалось вот с этой целью был сделан ролик что показать что ну как бы все тоже люди и все тоже хотят жить что ли ну как это сказать правильно и вот наверное в этом ролике он хотел рассказать о вот этой всей ситуации попросить ее помощи вот но прикол солнышко мне понравился ну и классно еще у него мармяж именно прям прям вообще упоротый на стакан растаясь от смеха жалко что на мармяж редко его там в ролике упускают они таких короткие но и такие какие-то смешные я не могу не знаю что что-нибудь еще на мармяж бы вышло конечно любом случае желаем чтобы его творческий коллектив этот пластилиновый дождь уже не там вроде не в коллективе нет ну все равно там же живут друзья он там сам работал представляешь ну как бы столько ностальгических приятных воспоминаний то есть ну я желаю чтобы не остались на плаву как-то перенесли этот карантин стойко выдержали может как-то еще в какой-то сфере там себя нашли и что все было у них и у всех хорошо в общем вот как-то так неплохо неплохо можно и лайк поставить давай еще это видео посмотрим а может лучше это сложный выбор